всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом нового путешествия хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатером и спонсором на канале за вашу финансовую поддержку спасибо друзья ну что же представляю вам вторую часть нового будущего обновления общая теория относительности которая как говорят разработчики должна завершиться концу этого года и выйти в полную так сказать полную версию стимовской игры space engine стимовского симулятора простите да ну что же собственно насколько мы знаем что тесты 1 1 беты они продлились около двух недель и это было где-то в начале сентября после закрытия первые бета-ветки разработчики приступили к некоторым исправлением багов и ошибок в данном симуляторе и собственном куча чего нового уже добавлено в эту бета-версию во вторую бету версию сейчас я вам скажу что именно было добавлено а мы кстати говоря находимся ну я думаю что вы уже поняли где мы это черная дыра гаргантюа да первое что было добавлено и изменено это блеск цвет цвет насколько мы видим что гаргантюа стала выглядеть более как-то ярче и посмотрите на ее аккоррессионный диск да вот это вот пыль газ она мне кажется как-то даже изменилась стала более объемный я думаю что на квазарах то же самое будет выглядеть так ну что же давайте я вам немножко расскажу что было добавлено про освещение звезд черных дыр и квазаров мне кажется я уже сказал а также была исправлена полностью визуализация освещения звезд в системах сверхмассивных черных дыр было добавлено 52 новых двойных белых карлика обновленный каталог экзопланет было добавлено около 1977 обновленных планет 114 новых экзопланет было обновлено 900 звезд существующих в галактике млечный путь и добавлено 76 новых звезд также были обновлены каталоги коричневых карликов такс ну что же давайте попробуем взглянуть опять-таки на черную дыру гаргантюа с какой нибудь здесь ближайший планеты так это у нас красный карлик звезда он угры и насколько мы знаем у нее есть шесть планет но гре 1 это вроде бы достаточно далеко будет от гаргантюа поэтому я лучше перелечу какой-нибудь планете миллер которая очень близко находится в этой системе рядом с черной второй та самая планета океан где-нибудь с поверхности мы посмотрим на движение черной дыре посмотрим на движение в аккреционном диске чуть медленнее опустимся через небольшой слой облаков отлично ну что же да блеск яркость свет полностью изменены я вижу даже какой-то размытый туман невероятно фантастически стала выглядеть конечно так нейтронная звезда панта груэль планета мам прохладная пустынная аквария посмотрите как издалека смотрится гаргантюа отсюда к сожалению не видно джеты но при приближении мы наверное сможем разглядеть джет хотя вряд ли это надо искать знаете где нам нужно посетить стрелец а кто не знает стрелец а это сверхмассивная черная дыра сердце нашей галактики млечный путь давайте приблизимся и посмотрим на обновленный джет вообще на саму обновленную черную дыру как это теперь выглядит так мы видим как будто время разрывается на обратите внимание и вот он всплеск джета мне кажется либо они его немножко уменьшили струя плазмы было намного намного длиннее нежели чем а в первой версии они добавили аккреционный диск а джет они уменьшили давайте ускорим время посмотрите на вращение аккреционного диска невероятно как это здорово выглядит давайте попробуем войти в сердцевину объемные черные дыры квазары это то чего давно не хватало не хватало спейс-энджин мы попали наверное в другой промежуток времени скорее всего либо вылетели из черной дыры обратно а вот он джет подождите вот струя плазмы вырывающиеся вот она а вот вращение аккреционного диска да они немножко это под уменьшили но визуализация стала намного намного лучше видно прям частички которые достаточно хорошо проработаны мне это нравится надеюсь что с данным обновлением у них не будет никаких ошибок в принципе в общем ребята это такой небольшой обзорчик если вы хотите чтобы я снял для вас вторую часть пока 2 а бета-версия не закрыта вновь на переработку пишите в комментариях какую черную дыру либо квазар нам посетить в следующем ролике да это все стало невероятно выглядеть очень классно ну что же всем новых открытий и помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока но и а и